В Магадане в среду 1 июля начался основной день всенародного голосования по вопросу изменения Конституции. Санитарная обработка помещений, настройка КАИБа в последней инструкции председателя участковой комиссии. С 7 часов утра на избирательных участках кипела работа. Уважаемые наблюдатели, вы убедились, что все ящики пустые, да, Владимир, все институциональные будут ящики. Я напоминаю, что будут использоваться, если вдруг КАИБы у нас выключают свет или по иным причинам. Сегодняшний день войдет в историю как особенный. Впервые такой временной интервал. Целую неделю отвели на голосование. В целях максимального разведения потока людей на участках оно началось 25 июня. Избирателям дали возможность поставить галочку в бюллетене дома и на свежем воздухе. Голосования и наблюдения в масках такого тоже еще никогда не было. Этот день объявлен в стране выходным. Участки открылись в 8 утра. Члены комиссии перед работой прошли медосмотр, чтобы ни в коем случае не стать источником заражения. Особенно для пожилых голосующих. Всем, кто пришел сегодня, гарантирована безопасность. Сергей Семенчук сегодня первый на третьем избирательном участке, где голосовали жители Комсомольской площади и коммуны. Говорит, ждал именно этого дня. Хотелось бы лично поприсутствовать, посмотреть всю процедуру, как будет происходить. Семья ваша придет? Да, естественно. Чуть попозже подойдут. На третьем участке 2000 избирателей. Более 400 проголосовали досрочно. 33 вызвали комиссию домой. Нарушений не регистрировали, заявлений с жалобами от граждан не поступало. За полчаса с момента открытия здесь проголосовало более 30 человек. Много молодых и люди пожилого возраста. Особенно радует, когда приходят люди в возрасте с семьями. То есть бабушка и дедушка очень мил. 39 городских избирательных участков закрыли свои двери в 20 часов. Сейчас идет подсчет голосов сразу по всем семи дням голосования. Изменение основного закона посвящено новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.